Привет, друзья! Вновь приветствую вас на моем YouTube-канале Максим Яли в программе «Диалогия», в которой я веду интервью с интересными собеседниками, очень умными. Сегодня у меня в гостях Роман Цымбалюк, вам всем известный журналист и блогер, который топовый, наверное, уже первый. Да, я не знаю, у нас талантливых людей много, но в любом случае, Макс, привет! И слава Засу, и спасибо им, нашей армии, за то, что мы живы. Да, кстати, вы наверняка уже успели обратить внимание на наши прикиды, мы не сговаривались, как бы, Рома, покажи. То есть, все главные герои мультфильмов, у меня Том и Джерри, нашего поколения, присутствуют в студии. На фоне полающей Москвы, я думаю, это прекрасно. Естественно, как бы, Рома, как я считаю, это комплимент, кроме того, что ты прекрасный профессиональный журналист. В плане пропаганды ты тролль 88-го уровня, как говорится, но вот Скобеевых и прочих, и вообще расистов, орков, в своих видео ты прекрасно стебешь. И это плюс, это нужное направление. Как говорится, одно из тех, которыми ты очень удачно занимаешься, которое бодрит и украинскую, и расистскую аудиторию в том числе, я уверен, у тебя в комментариях они набегают. Я прав? Да, ну, я же их не троллю, я бы использовал другое слово, я их препарирую. Ты называешь вещи своими. Да, 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 да. Ну, просто, чтобы понять, с кем мы имеем дело, то, анализируя высказывания их лидеров и во власти, и лидеров общественного мнения, ты можешь делать выводы, к чему все идет. Поэтому проводим анализ российского нацизма и российского фашизма. То есть, наверное, чтобы не жить в иллюзиях, это важно. Хотя, честно говоря, ну, я не думал, что они настолько безрассудны. И я говорю сейчас не о фашистах. Ты можешь называть вещи своими виновными. Я смотрю, как ты так подбирал слово. Я хотел сказать ебанутый, но тут в данном случае один человек, что он настолько ебанутый, это Владимир Путин. Потому что вот эта вот свора, про которую мы говорим, они же, как собаки Павлова, им скажут лаять, они будут лаять. Не скажут лаять, они не лают. То есть, в данном случае все равно первичная это позиция первого лица российского государства, нациста Путина. Вот об этом чуть позже поговорим. Мы с тобой договорились обсудить глубинный народ. И мне хотела очень интересна твоя точка зрения, как человека, который прожил там достаточно много лет. И последние годы ты там был единственным украинским журналистом, который работал всем, очень многим запомнился своими каверзными вопросами Путина. Но сейчас перед этим оперативная, так сказать, информация, ты сказал, что ты отслеживаешь всю эту реакцию, да, и вообще, естественно, как журналист, мониторишь информ пространство России. И вот у нас прекрасная новость, сегодня буквально она пришла, о том, что Соединенные Штаты наконец-то приняли решение поставлять нам столь необходимые нам системы РСЗО. Да, увы, пока всего четыре, но уже, как мы знаем, последовало заявление и министра обороны Великобритании, что они также нам будут предоставлять. И Германия на марше, ну, там, условно говоря, это ждите летом, но не этим, но тем не менее. Это крайне важное решение, которое мы столь сильно ожидали, особенно в условиях изменения тактики боевых действий на Донбассе, да, расистами, которая принесла им определенные успехи как раз за счет перевеса военной техники в этих же системах РСЗО, которых нам столь не хватает. Вот они пришли. Ты уже промониторил, увидел реакцию? Лай-собак, как ты называл, он уже начался? Война болота? Ну, во-первых, они изначально исходили из того, что этот шаг будет сделан. Вот, ну, а что они могут? Видишь, они могут только грозить нам смертью и искандерами. Но с учетом того, что Россия воюет с Украиной в полную силу, в абсолютную, тут нету никаких вот этих опций, что у них там они что-то не используют. Они используют весь возможный арсенал. Поэтому нам их... Конвенционных вооружений, скажи. Да, эти угрозы, они не первый раз звучат и не последний, поэтому пусть лает. Ну, грозят нам смертью, карой, искандерами, ну и немножечко грозят американским нашим партнерами, не только. С другой стороны, они же грозили этим и до поставки, и перед поставкой дживелинов, которые являются оружием ближнего боя. Поэтому, с моей точки зрения, они утрутся, и те, кто отсюда не уйдет, рано или поздно сдохнет и будет убит. Потому что, вот мы смотрим немножко про пропаганду. Вот они такие вот, они такие агрессивные, такие вроде как уверенные в себе, но практика подсказывает, что россиян можно сначала убивать, а потом те, кто не умер, они отступают сами. В полиэтиленовых пакетах, да, или нет, вывозят. Нет, но из-под Киева же они же сами сбежали. Ну, да, кто остался целым. Да, они сбежали, и примеров таких много, но они же ушли не потому, что они хотели, потому что их начали убивать очень активно. Потому что им дали истык. Да, как сказал наш начальник патрульной полиции. Все правильно, то есть, поэтому эти методы, они применимы к любой части нашей Украины, будь то Херсон, будь то Донецк или Крым. Дальше посмотрим, а главное же в поставках оружия, это же, как говорится, начать. И если они официально сказали 4, ну, я, например, скажу, что это минимум 4, а дальше этот вопрос будет решаться вообще по закрытым каналам, и никто озвучивать эти вещи в принципе не будет. Собственно говоря, как и о боеприпасах. Вот я, например, думаю, что, ну, американцы, они же все там реверансы сделали в адрес Москвы, что вот мы договорились, чтобы они не стреляли по России. Вот если станет вопрос, например, что нужно уничтожить российских оккупантов на острове Змеиной, и там чуть-чуть больше, чем 70 километров от берега. Нет, там меньше. Я сегодня смотрел, там до 50, а это и с Вилкова 50 километров, а если с прибрежной соны 35, естественно, там нужно еще немножко отдыхать, чтобы не самолкать. Я имею в виду, что вполне возможно для некоторых тактических задач или оперативных, то всегда могут быть найдены варианты. Вот, поэтому, ну что, воюем и помогаем нашей армии. Да, как говорится, собаки лают, караван идет, караван в Украину с поставками вооружений. Тут я с тобой абсолютно полностью согласен, как бы сегодня уже там началась, ну, наш народ любит взрату, да, как бы, ой, а почему 4, ой, да это вообще ничего. Я, в принципе, точно так же откомментировал. Ребята, вот как бы, вот есть 4, а сколько их, а вдруг их оказывается там 35, по 4 в разной точке, да, там в разном пункте, может их оказаться, кто же их там посчитает, перерахует. Надо фанатам зрады сказать следующее, что вообще-то в Украине никто не обязан поставлять бесплатно оружие и боеприпасы. Это важный момент. И финансировать наш государственный бюджет в связи с войной и так далее, и так далее. Поэтому нужно проводить внешнюю политику таким образом, чтобы, а, ну, все время подчеркивать этот тезис, что это неблаготворительность, они тем самым инвестируют в свою безопасность. Ну, а нашим просто сказать, что, ну, по факту нам никто ничего не должен. Но на практике все немножко по-другому. Поэтому дякую вам нашим партнерам и смерть российским оккупантам. Смотри, я с тобой тут абсолютно согласен. В принципе, естественно, на эмоциональной составляющей всегда хочется больше, особенно видя там, как расисты стирают полностью, да, с лица земли. Наши города. Украинские города, мой там, родной Мариуполь, вот что привыкли огромное кладбище, да, это вообще для меня огромная боль. Но когда ты все-таки включаешь мозги, ты понимаешь, вот ты абсолютно правильный тезис заметил, и какое необходимо в дипломатии. Ну, я уверен, они это используют, потому что мы видим, результаты есть. В дипломатии нашей как раз респект, они работают прекрасно. Да, вот то, что мы уже получаем, несмотря на все эти бюрокритические проволочки, это очень даже неплохо. То есть, в принципе, действительно, Запад таким, это неблаготворительная помощь, как ты сказал, да, они инвестируют. Перед войной так говорил президент Зеленский, это его фраза, между прочим. Да, но тут даже по факту, да, я бы так сказал, каждая там РСЗО система, да, каждая там галбица, поставленная нам, это, грубо говоря, по финансам, это минимум там 5-10, которые не должно покупать каждая там страна Евросоюза, чтобы обезопасить себя. Элементарно хоть как-то там уравновесить усилия, поэтому сбрасывайтесь, условно говоря, это отличная инвестиция. Смотри, следующий вопрос, вот ты его уже начал, мне хотелось бы тебе задать, как человеку, который отслеживает регулярно, да, эти нарративы, который прекрасно понимает не только азы, но и достаточно глубоко изучил суть российской пропаганды, их приемы. Скажи, как изменились, мы с тобой в предыдущий раз, тем более, записывались еще до начала, да, вот с 24 февраля по сегодняшний день, как менялись эти нарративы, основные моменты ужесточились, либо наоборот они начали отыгрывать, грубо говоря, ну, перед этим они закидывали шапками, да, там, наша, в кавычках, любимая Оля Скобеева, там, я помню, там, у тебя ролик был там, расписание выставляли, там, утром заходят, вечером обед в ресторане, вечером уходят, да, весь Киев, условно говоря, уже оккупирован. Вот, по утрам нападение, а вечером пора в Киеве, вот так вот они планировали. Вот, ну, и же многие, ты помнишь, это был реальный кейс, орки, они реально звонили в украинские рестораны и заказывали себе столики, видать, посмотрев Олю Скобеева, ну, а в итоге вернулись в полиэтиленовых пакетах. Так вот, все же, как менялись эти нарративы, да, от 24-го числа, от первых, как было до конца, мы отправную точку уже определили, да, и вот, чтобы ты выделил особенного, что изменилось, какие интересные приемы ты заметил для себя, чего не было до этого. А ты знаешь, на самом-то деле, российский телевизор, он ничем не изменился за 8 лет. Вся эта риторика и так далее, и так далее, это все повторяется из года в год, и по большому счету сейчас все, ну, знаешь, они достигли, ну, какого-то пика в чем, что они научились сами и учат российского зрителя наслаждаться и кайфовать от того, как они видят погибших украинцев, разрушенные наши дома и города, кстати, в первую очередь русскоязычные. То есть это такое вот абсолютное зло, которое от этого кайфует. Вот, то есть они воспитали в себе и из себя таких вот мстительных маньяков, потому что на вопрос, чего они хотят от Украины, толком ответить они не могут, но вот этот вот факт войны, вот он подается именно в таком ключе, что вот это вот, это из опции удовольствия. А слова, которые они говорят, ну, да, вот в чем вот смысл, что слова те же, просто, если они раньше называли нас бандеровцами, фашистами, еще какими-то другими словами, то теперь они так же нас называют, только теперь они бомбят. В общем, вот этот процесс расчеловечивания, он завершен, и самое интересное, они расчеловечили сами себя. То есть, и излечить их можно только отстрелом на украинской земле. И вот сейчас... Важное уточнение. Ну, конечно, нам чужого не надо. Вот, и сейчас они меняются, то есть, вот я вот общаюсь со своими друзьями, они вот вроде бы на первый взгляд все поддерживают. Ты имеешь в виду друзья, которые там... Да, 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 вот нет, вот я имею в виду, когда спрашиваю у них, а как там вокруг? Они говорят, ну, это дурдом, потому что визуально при первом вопросе все поддерживают, а потом, когда ты начинаешь с людьми общаться, то получается, что есть 30% россиян, которые точно понимают, что в Украине происходит что-то не то. 30% по-твоему? Ну, это вот проценты, которые мои... Это же не опросы. Ну, естественно. Да, это не опросы. Это вот те, которые понимают, что, блин, что-то не то там происходит, и они начинают сами себя оправдывать. Ну, не все так однозначно, ведь, ну, украинцы там, они же такие-сякие. Вот. Но смысл в чем, что при всем вот этом вот как бы поддержке видимой и реальной, она реально, эта поддержка, они сами не хотят на войну. Вот это вот ключевой момент. И я им и до войны сейчас говорю, что вы же можете нас ненавидеть, нам вообще по боку на вас. А здесь мы вас будем убивать. Вот. С американским оружием, без американского. Если надо, вот у меня нож с собой. Я отберу. Кроме покажи. Вот, нет. Военные подарили нож. Нет, это не трофейный нож российского десантника. Потому что мы его там хоть полотенце. Нет, нет, нет. Это модный нож японский. А мне наши военные еще подарили нож трофейный российского десантника из Киевской области. Но я такое говно не ношу, потому что это говно. Понимаешь? Ну, хоть не в сухпаюк. Нет, нет, ну, вот просто я не знаю. Дело не в ножах. Вот просто факт остается фактом, что с ними можно работать. Они смертны. И они хотят жить. В отличие, когда всем было смешно, когда президент России говорил, что в рай, так вот в рай они не хотят. Потому что они начали понимать, что... Они хотят сдохнуть? Просто сдохнуть. Нет, что в рай, что сдохнуть. Финал один. И вот этих вот желающих нет. Поэтому тут еще раз. Будет нам очень тяжело. Надо меньше рассматривать, что они там себе думают. Надо просто транслировать один простой тезис. Перешел границу с Украиной, отправишься на мясо. Тебя просто тут убьют. Вот и все. Вот этот главный нарратив, он самый четкий. Потому что, заканчивая ответ на твой вопрос, значит, в России при всей этой монополии на информацию YouTube работает. Наш телеканал Freedom, пожалуйста, и другие источники информации на русском языке абсолютно доступны, сложилась так ситуация, что в этом рейхе они настолько воспитали за 20 лет это поколение, которые не хотят альтернативной информации. Так вот, если вы не хотите альтернативной информации, еще раз, должны уловить только один вот этот вот тезис, что приезд в Украину закончится для них смертью. Ну, это, наверное, касается более старшего поколения, которые молодежь, наверное, все равно смотрит, и они либо политичны, либо уже не точно не хотят умирать. Кстати, в этом плане я сам видел прикольные ролики, когда вот снимают, и вы поддерживаете? Да, поддерживаем, так им и надо. А давайте вы запишетесь в список, у нас есть список патриот, чтобы там сразу вам позвонить, как отправлять, и как они сразу тут же на глазах из ура патриотов превращаются в ваковенных сыкунов, если называть вещи своими именами. Смотри, вот еще один момент, буквально сегодня срела интересную беседу с точки зрения символизма. Совсем недавно, буквально месяц назад, это бабушка была, которую нашли, которая там вышла с красным знаменем, как они рисовали муралы, и даже в Мариуполе эти там памятники, потом, правда, через день они их... С пластикового российского говна. Да, естественно. Ну, а чего? И с красным флагом. Ну, не из дерьма же еще, понимаешь ли, это слишком долго времени, чтобы как петуха. Известного. Им же нужна была масса. Так вот, смотри. Сейчас, сейчас, вот действительно изменился такой нарратив и символизм. Они ее убрали уже. То есть, условно говоря, это был как символ освобождения, что вот нас тут встречают бабушки, как вот с красным знаменем. То есть, якобы подтверждение того, что у нас здесь в Украине были нацисты, и вот радостные жители оккупированной Украины встречают с красными знаменами. Они это все уже в утиль пустили. И сейчас, буквально там, когда ехал на эфир, смотрел, появился мурал мальчика в Белгороде, там, в танковой шапке. И там, работайте, ребята. То есть, как я это вижу, вот мне интересна твоя точка зрения, меняются как бы символы, нарративы, а, соответственно, уже отношения. То есть, спецоперация, которая уже, понятно, уже не может длиться трех месяцев, она провалилась, как мы уже процитировали начальника полиции, да, под Киевом и на севере им дали пизды. Вот, они убежали. Теперь война затягивается, эти нарративы наверняка также там происходят. То есть, она уже превращается в реальную войну, да. И вот, как бы, поддержка российских детей уже как способ консолидации российского общества. С моей точки зрения, это все-таки определенный тревожный звоночек. То есть, меняются нарративы, меняются символы. И уже, как бы, если у нас это воспринималось изначально, это как украинская отечественная война, да. То есть, сейчас они уже, как бы, война с фашизмом на территории, на Берлин и так далее. Как ты, с этой точки зрения, вот, считаешь, этот символизм меняется и прав ли я, или ошибаюсь? Сейчас понятно, что они будут менять подходы, они проводят иммобилизацию скрытую и так далее. Короче, на самом-то деле, это страна фейк. Страна фейков, вранья и брехни. Даже просто вранья российского. Потому что даже сама эта бабушка, там же смысл в том, что бабушка, проукраинская, она хотела выйти с этим флагом к российским солдатам, чтобы они не развалили ее хату. И они развалили ее хату. Более того, когда ее потом эвакуировали, она была в Харькове в больнице, чтобы ты понимал, там был такой вот эти вот мудозвоны их в военной форме с генеральскими лампасами. Они же говорили, что вот выяснили, где находится бабушка, потому что ее показывали по телевизору в Харькове. И они даже объявили, что в этой больнице националисты устроили какой-то там какой-то склад и так далее. Но смысл в том, что эта российская пропаганда, она полностью на этой истории обосралась. А обосралась она по той причине, что это выдумка. Это просто выдумка. Вот эти вот истории, они сняли эту хуйню фильма, который называется «Зоя» или ряд других вот этих вот псевдоисторических фильмов о борьбе с нацизмом. И теперь вот это пытаются сюда как-то присобачить для того, чтобы объяснить, почему надо убивать украинских детей и женщин. Ну и мужчин. Тут разбора нет. Так вот, все базируется на фейке. Вот, на фейке. Понимаешь? То есть это глобальное вранье. И теперь еще раз. Вот мне вот больше всего их примитивность поражает. Просто тупые, примитивные, мстительные маньяки. Потому что в 2022 году выдвигать красное знамя, вы-то тут при чем? Вот я не знаю, российские дебилы. Вы при чем к красному знамени? Вы ни при чем здесь. Вы не имеете никакого отношения. И ваш Путин дебильный тоже не имеет никакого отношения к победе, которая была достигнута в 45-м году. Вы другое поколение. И победа по наследству не передается. Так вот, теперь европейская, высокоразвитая Украина, это мы. Страна, где... Ну, Старлинг, это мелочи. Это Илон нам подарил. Еще там что-то достать сейчас из кармана. Я просто говорю о том, что когда они в страну, которая, например, имеет там, допустим, безвиз, высокоразвитое цифровое государство на базе ДИА и так далее, и так далее, они сюда приходят с Лениным, с этим говном, понимаешь? Это с историческим говном и тулят его. А потом удивляются, почему никто не хочет жить в российском говне? Ну, потому что вы говно. И с вами жить никто не хочет. Потому что экспортная модель говно. Вот говно и смерть. Вот что они сюда экспортируют. Поэтому, конечно, ребенка... Ну, каждый мальчик наверняка в возрасте 6 лет он будет махать солдатам своей армии. Но вы просто мальчику этому скажите, что они же тебя вот так вот сняли, нарисовали мурал. Для чего? Чтобы другие мальчики посмотрели, а потом, когда они вырастут, пошли и умерли. За деда войны, повелителя бункера. За этого или за какого-то другого. А вообще, вот смысл, смотри. Вот этот дебил, президент России, ну, потому что дебил, или мстительный маньяк, кому как угодно. Он же все время говорит, Путин создал... Путин. Ленин создал Украину. Так вот, получается, Путин сейчас создает Украину. Памятники, да. Нет, у памятников не будет Путину, может быть, только на Владимирской, сколько там, 33, там главное здание СБУ, там вот в подвале будет место жертвоприношений. Вот. Но смысл в том, что завершение формирования украинского государства, политической нации, оно идет сейчас. Вот прямо сейчас, потому что они уже сами... Значит, они сюда для чего пришли? Чтобы не было Украины. И чтобы не было государства Украины. Вот вообще. Нет, вот этот классный момент ты подметил, что действительно, даже в этой своей пламенной речи, я когда сам тогда смотрел, 22-го числа, да, когда после признания... Безумие просто. Это абсолютное безумие, я сам написал. Ну, мне казалось, что сейчас он объявит войну. Он ее объявил через два дня, но, в принципе, оказался прав. Он действительно большую часть посвятил, что Ленин создал, да, как бы отдал исторические жизни, а теперь они приходят и ставят ему памятники. Ну, абсолютно все. Рома, я очень рад, что ты так взбодрился за эти 20 минут. Начинали мы так достаточно в таком расслабленном, я бы так сказал, состоянии. Сейчас я вижу настоящего Рома Цымбулика. Ну, да. Поэтому... Не просто так меня вызывали на допрос за разжигание ненависти и вражды к российским гражданам. Вот об этом я хотел бы с тобой продолжить беседу в следующем выпуске моей программы. Я уверен, зрителям будет интересно. И перейдем к более глубокой теме, с которой я говорил начать. Мы уже фактически ее начали. Предвкусили, я бы так сказал, о глубинном российском народе. И вот есть только... Я заметил в твоих тезах несколько контрароссийных утверждений. Мне интересно будет их уточнить, я бы так сказал. Поэтому огромное тебе спасибо за то, что ты пришел, взбодрил, я уверен, поднял в том числе и настроение. Это не только был информативный выпуск. Но и... Смерть российским оккупантам. Ну, вот и все. Да, да. Слава ВСУ. Слава Украине. Нет, просто... Если мы их не убьем, они убьют нас. Но в связи с тем, что это Украина, и мы здесь, это наша страна, исходим из моего... Мои эксиумы. Однозначно. Всем спасибо за внимание, Рома. Тебе огромное спасибо. Кто еще вдруг не успел, я уверен, таких немного, но тем не менее, подписывайтесь на YouTube-канал Романа Цимбулика, его Facebook и Telegram у тебя уже наверняка есть. Так ведь? Да, есть. Вот. Я уверен, таких немного, но тем не менее, вдруг, да. И, естественно, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, для нашей следующей беседы, ну и вообще свой фидбэк, пустите, репостите и так далее. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.